Национальные флаги и формы в этно-стиле. Республиканский слёт-конкурс юных инспекторов стал 47-м по счёту, но кажется, открытие Бобруйски самое яркое и красочное. В этом году честь принять команды со всей республики выпала городу на Березине. На площади Победы необычно многолюдно. Главный герой этого праздника – 80 участников ЮИДа из Беларуси, России, Азербайджана и Казахстана. Нам очень приятно быть приглашёнными на такое грандиозное мероприятие. И нашим детям очень приятно. И желаем всем участникам удачи. Честь выпала нам участвовать здесь сегодня. Поэтому мы сегодня находимся здесь. Наша команда состоит из четырёх человек. Два мальчика, два девочки. Нынешний слёт-конкурс особая краска, ведь он проводится в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Открытие торжественное, даже помпезное. Концерт духового оркестра разбавили показательными выступлениями. Рукопашный бой, стрельба и силовое разбивание досок. Представление отряда милиции особого назначения сменило виртуозное исполнение строевых приёмов с оружием от роты почётного караула. Гостей встречали, как и полагается, хлебом и солью. С приветственным словом ко всем участникам обратились представители органов внутренних дел области республики и первые лица города. И я уверен, что в эти дни в городе будет атмосфера дружбы и здорового соперничества. За эти дни вы познакомитесь с историей города, вы познакомитесь с достопримечательностями города. И самое главное, вы найдёте новых друзей. Могилёвская область в конкурсе представляет отряд гимназии номер 2 Бобруйска. Для юных инспекторов движения это уже восьмую часть в республиканском этапе. К нему наша команда пришла в результате напряжённых соревнований. Нам было это очень приятно и, конечно же, почётно, потому что это всё-таки наш город и мы защищаем не только наш город, но ещё и целую область. И, конечно, мы хотим достичь самых высоких результатов на этом конкурсе. На протяжении нескольких дней юные инспекторы будут соревноваться между собой в знании правил дорожного движения, оказании медпомощи, вождении велосипеда. А ещё будут проявлять себя в творческих конкурсах. Кроме этого, ребят ждёт насыщенная культурная программа и знакомство с достопримечательностями Бобруйска. Субтитры подогнал «Симон»